С вами Рэй, и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. На всякий случай я показываю сейчас схему убежища, потому что я вообще ни разу не уверен, что видео, которое я записал вчера вечером, что оно будет, выйдет. Пока еще, короче, я не знаю, я не успел посмотреть, вчера быстро вечером записывал, очень сильно лагало, и я вот не уверен, что буду это показывать. Вот, поэтому на всякий случай еще раз показываю новую схему своего убежища. Так, у меня, к сожалению, сейчас я более чем уверен, что будут проблемы с моими жителями, потому что у меня 12.53 сейчас времени. Да, спасибо, как раз вовремя. Есть подозрение, что некоторые из моих жителей, скорее всего, могли... Так, что ж ты будешь делать, как все вовремя происходит? Сейчас, ребята, я быстренько все прокликаю. Так, 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 сюда нажму. Так, кто ж решился-то позвонить-то так вовремя, а? Так, вовремя позвонили. Сейчас, ребята, подождите. Так, фух, одна дамочка жива. Этот уже стоит здесь. Ой, как вовремя, рекол. Возвращайся. Эх, не получилось все пройти, чтобы прошло действительно хорошо. Как я ожидал, в принципе, да. Некоторые жители, некоторые сталкеры не смогли дойти. Значит, да, один из моментов, который я видел, это то, что можно вот эти вещи продавать прямо на входе, то есть не загоняя прямо вовнутрь людей, и можно такие вещи посмотреть. И абсолютно, скажем так, неадекватные вещи, которые вам неинтересны, мы можем вот так вот продать сразу на входе. Сейчас я просто его запускаю. Так, я нажал коллект или нет? Не понял. Так, close. А, коллектно надо нажать, точно. Так, а этого пока мы пока оставим. Для чего? Для того, чтобы пришли деньги, чтобы я смог воскресить жителей. Вернее, наших сталкеров, которых я, к сожалению, слишком поздно понял, что они... Скажем так, у меня было слишком мало времени. Так, походу... Так, этого тоже рекол. Давайте, наверное, всех сейчас отзову. Пускай возвращаются. Да ёлки-палки, сколько вас, а? Ещё один. О, Дэд Клофф Атака. Всё замечательно, всё прекрасно. Так, надеюсь, мы сейчас сможем нормально отработать всё это дело. Так, давайте, прокачаю всё, что нужно, только. И следим за всеми, чтобы, если что, успеть лечить. Потому что в этой комнате могут быть проблемы. Нужно следить за всеми и лечить всё срочно. Так, отличили. Теперь моя задача срочно всех вылечить. Вообще всех успеть вылечить до тех пор, пока в той комнате, которая справа происходит замес. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, кого-то положили в твою дивизию. Но я думаю, я надеюсь, что сейчас всех положили. Ёпарас это, а! Вот это гадость. Так. Мерзкие, мерзкие Дэд Клоффы. Понимаешь? Так, здесь она одна. Так, давай-ка ты сразу беги сюда, чтобы эти ломанулись сразу сюда. Так, одна гадина, чтоб ломанулась. Ну вот, положили. Положили. Конечно, не без... Не без потерь. Не без потерь. Это гадко, когда такое происходит, это обидно, неприятно все. Ну, да, ребят, нельзя оставлять своих жителей наружу. Иначе могут быть проблемы вот такого характера. Так, давайте попродаем то, что реально отстойно. То, что я точно брать в убежище не буду. Вот эти вещи я продаю, в принципе, они мне не нужны. И как загорелось красненьким, означает, что наконец-таки мы можем собрать. Вот. А там уже разберемся. Сейчас мне нужны крышки, как вы понимаете. Да, получается из-за этого... Из-за этого у меня практически все жители... ...отработали не так, как я бы хотел. Так, ты тоже возвращайся, маньяк. Все вообще возвращайтесь, на самом деле. Всех отзываю. Пускай все идут домой. Даже вот эта вот тетка супер-пупер пушкой. Посмотрите, она что-то там понаходила хитрая. Вот такая вот, да, скоропостижная серия. Не очень успешная. Начало. Не очень успешный старт дня. Потери у нас, с которыми нужно сейчас... Хорошо, хоть тут молодняк в основном. Тут молодняк еще без уровней, поэтому все обошлось дешево мне для того, чтобы их поднять. Так, сейчас я все прокачиваю, просто получаю все навыки, разбираться, кто есть кто и так далее. Я уже буду за кадром и в более спокойной остановке. Мне все-таки нужно отзвониться тем, кто мне звонил. Большая прокачка навыков, да. Как вы помните, вчера я оставлял этих всех-всех-всех на прокачку. Только лишь даже не успел я вчера... Но если, опять же, если вы увидели серию, вчера у меня не получилось людей направить именно даже на тренировку, именно по той схеме, которую я обычно выполнял. То есть самых крутых ребят, чтобы они там начинали супер-прокачку. Прокачивал просто всех, всех, кого мог. И все, в принципе, на этом было. Так, ну, потери восполнены. Потери, как минимум, восполнены. Мы, как минимум, в плюсе. Конечно, не в самом лучшем плюсе. Да, из вот этих вещей, кстати говоря, из Daily Rapport, значит, каждый седьмой день вы получаете, если у вас все хорошо, каждый день заходите. Не знаю, нужно ли каждый день заходить, но каждый седьмой день получается еще один бесплатный ланчбокс. То есть вот такие вот еще есть нюансы, вот такие есть моменты. Что ж, ребята, такая вот короткая серия. Да, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вечером у меня получится снять в этот раз более успешную, более интересную, более объемную серию. На всякий случай еще раз показываю. Даже отсюда сейчас выйду. Упс, упс. Так, нужно выйти. Вот таким образом, да, я выйду из приложения. Вам покажу еще раз свое убежище. Новый план, который я нарисовал. Не знаю, вчера получится его показать за вчерашнюю серию или нет. Фишка. Фишка такая, что у нас, как вы помните, вода располагается впереди, потому что я планировал, чтобы именно с наибольшим навыком перцепшеном сначала стояли там люди. Эндуранс, перцепшен, вот на этих вот участках. Да, нужно качать, качать, еще раз качать. Дальше идет питание. Почему питание вместе с водой? Потому что питание с водой потом в дальнейшем будет преобразовываться в заводы Нью-Коколы, которые производят одновременно и непосредственно еду и воду. И причем в более лучших количествах. Но особенно про апгрейшн. Ну, конечно же, это дело такое. Идут энергетические станции. Опять же, вода, еда находятся внизу. Почему находятся внизу? Потому что все я решил, медицинские лаборатории и жилые помещения подместить вот так вот в центр. Потому что именно в них, в таком случае, когда будут все вот эти объекты построены, в них не будет проникать, то есть вот вообще вот в эти все здания получается, да, вот в эти все крысы, кратокрысы проникать не будут. То есть, поэтому достаточно вот таким образом окружить помещение. Да, конечно, будут проникать, конечно, вот в качалки. Никуда от этого не деться. Хотя, опять же, можно было бы чисто теоретически, конечно, переместить их в центр, да, вот здесь вот построить их слева, вот на этом вот участке, да, вот как бы начать строить качалки. Но почему нет? Почему все-таки я не решился качалки строить именно вот на этих участках, в центре, да? Потому что они бы как раз бы занимали как раз вот две комнаты и справа три. Дело в том, что, опять же, в первую очередь тогда бы лапы смерти проламывались именно в качалке. А в качалках может быть практически все тот, кто угодно. Как вы понимаете, вот сейчас, например, тут нубы стояли, которых успешно лапы смерти выкосили. Основная проблема сейчас моего убежища, да и в будущем, я так понимаю, это будут лапы смерти. Вовсе не рейдеры, вовсе не случайные события, которые происходят, а конкретно лапы смерти. И против них нужно как-то придумывать, продумывать и укреплять свою оборону. От лифтов здесь я отказался, которые размещал, планировал. Потому что если здесь были бы лифты, то лапы смерти пошли бы вот так, потом пошли бы сюда и пошли бы сюда вот так. Да. Вот по поводу того, куда девать людей из качалки, я, конечно, придумать еще должен, по идее. Ну, по идее, вот как-то нападение, у них нужно, по идее, сразу вот в жилые помещения куда-то отправлять, либо качалки на уровень ниже куда-то выгонять, либо на скалаты, ну, короче, куда-то, куда-то отправлять. Их нужно срочно, может быть, даже я подумываю на тему того, что, может быть, перемеживать, перемежить, да, скажем так, то есть перемешать, чтобы у нас здесь были медлабы с ливинг-воторами, как-то по очереди располагались. Вот. В принципе, то же самое можно, кстати говоря, и с энергетическими станциями делать. Ну, как-то так, мне кажется, более красиво. То есть здесь, потом нюкокольные заводы, здесь нюкокольные заводы, здесь большая энергетика. Да, если будет чего-то не хватать, конечно, нужно будет от каких-то нюкокольных заводов отказываться, ставить, опять же, генераторы. Ну, это уже дело таких больших-больших, большого-большого будущего. Самое главное, что запланировано количество жителей, 320 суммарное, может жить, 252 постоянных рабочих места и 68, получается, при полной 320 жителях, будет спокойно оставаться 68 мест, именно, то есть 68 свободных, ну, как свободных, относительно свободных граждан, которые будут в основном заниматься на качалках, вот, из которых 10 энергетические рабочие будут заняты, да, и 2 вот резервных места, например, у меня освобождается. Больше прокачек игровых комнат, чтобы как можно больше качать удачу, возможно, в какой-то момент мне придется точно так же, как можно больше качать эндуранс, потому что нюкокольные заводы будут требовать эндуранс, но, опять же, эндуранс это очень полезная вещь точно так же, да, поэтому пока в таком количестве, возможно, когда-то, в какой-то момент мне придется какое-то количество вещей сокращать, в моем убежище, например, возможно, лаунж будет сокращен на какой-то период времени, вот, может быть, даже какая-то лаборатория по выпуску родовые будет сокращена и заменена временно на качалку, но это все уже такие, скажем так, места, лифты по правой стороне будут, может быть, пока структура, например, например, мне нужно будет сюда поставить качалку, да, вот, и чтобы ее построить, естественно, мне нужно будет поставить здесь, например, лифты, чтобы эти комнаты соединились, то есть сюда ставлю лифт, сюда, кстати, он поставится бесплатно, и таким образом здесь сношу, ставлю уже нормальную другую качалку, если вдруг будет надо, например, заместить с учеными, да, ученых, допустим, освободить, ну, если их будет слишком много родовых, например, потому что сейчас, в принципе, вот то количество жителей, то есть мне уже нужно размножать количество жителей, увеличивать количество жителей в убежище, потому что, в принципе, задачу минимум практически все жители выполнили, то есть у всех их спешл навыки по двоечке уже выкачаны минимально, за исключением только одного жителя, который сейчас возвращается в убежище или, кажется, даже уже вернулся, вот, ну, как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был я, Реанор, пока-пока, счастья вашему дому и до следующих эпизодов.